добрый день мои дорогие ну как и обещала расскажу сегодня по агро ткани что же лучше какую агро ткань лучше купить какую ширину какую плотность и чем лучше крепить как вы уже знаете мы застелили новый весь участок агро ткань покупали разного размера разной ширины брали ширину сотку брали ширину 160 все было как что в наличии было то и брали последний купили два и два самое удобное на самом деле оказалось ширина метр хотя я до этого была убеждена что метр шестьдесят удобная очень да но метровка оказалось намного удобнее потому что идешь полосочками растение же где-то плотно где-то широко между собой посажены и метровка оказалось так как у нее видите он край же сделан заводской она не не бахромится не сыпется и так вот идешь поперек и стелешь дальше часто читаю что сыпется ли у вас агро ткань не сыпется потому что это европа агро ткань плотность сотка дальше следующий момент как крепить сейчас покажу чем мы крепим вот такие вот продаются в леруа мерлен это проволока вязальная уже сразу нарезанная сгибаем из нее как ну как шпилечки вот такие вставляем сам экономичный вариант плюсом очень часто многие писали в комментариях то что мы используем паяльник ну какой паяльник когда у тебя 25 соток правильно какое электричество может быть еще с проводом ты будешь ползать поэтому вариант с грибками которые многие используют эти грибки они действительно там скорее всего без паяльника будут постоянно образовываться большие дырки вот а здесь вот эти проволоки вязальные продаются шило специально обыкновенное шило и даже в начале мы пока догадались купить шило взяли и отвертку одну заточили острое прямо отверточка протыкается аккуратненько и вставляется в виде шило и вставляется проволока вязальная дальше еще такой вопрос задают земля будет ли земля портится под агро тканью я вам так скажу у нас песок и если даже ничего не стелить земля у нас как кирпич вот нет полива нет дождей просто кирпич даже тяпка невозможно ее полоть поэтому то что там между лунками от лунки до лунки а в каждую лунку мы обязательно наводим специальный грунт на каждое растение я навожу грунт либо на гортензия вообще только покупная использовала в этом году потому что чернозем был жирноват вот а гортензии орда дендрона любят рыхлую почву поэтому можно конечно навести самой поехать собрать сосновый опад на мешать чернозем но чернозем должен быть рыхлый такой воздушный они глинистый который прям жирный жирный он особенно после дождя у нас так и получилось дождей прошли он превратился вот в такой вот кирпич поэтому пошли поехала покупать наверное раза три ездила полную машину привозила грунта грунт в леруа мерлен очень хороший для гортензии для всего фирма называется ботаника обратите внимание я специально посмотрела это название потому что покупала потом после другой фирмы грунт небо и земля хотя написано премиум для гортензии цена дороже но вообще разница гортензии после вот этого дороже премиум начали болеть хлорозить а вот ботаника оказался очень хорошая и я вам уже это показывал и рассказывала на участке показывала как гортензии себя чувствует после какого грунта далее почему у нас нет сорняка вот сколько лет лежат мои камни сколько лет лежат у меня они честно скажу первые камни я еще постелила на участке это наверное было лет шесть назад 677 кто когда смотрите до меня и когда видите я вам показываю старые фотографии когда я уже стелила камни 7 лет назад я начала стелить ну первый мой опыт был это был у меня спонбонд потом был сейчас скажу геотекстиль на котором очень хорошо растет мох и этот видео когда мы снимали геотекстиль скрывали все клумбы есть у меня на ю тубе и потом уже я пошла на агро ткань а через геотекстиль сорняк не выходит назад но на нем растет мох очень хорошо на нем прям просто летела соринка пылинка она впилась корнями и прям отлично геотекстиль очень хорошо он как знаете как тряпочка влажность держит особенно когда он под камнями и остается затененный это лучшее место для сорняка вот а агро ткань на ней если летел сорняк да если летела семечка если у вас тут нет слоя песка она ничего она не укоренится пробиться туда корнями она не способна а вот если вы положили агро ткань на сорняк если вы не пропололи свой участок и прям вот сразу до взяли сверху сорняк покосили на него положили тут вероятность что сорняк полезет снизу есть есть и и дело в том что кто смотрел мой сад я вам сейчас переверну камеру покажу что какие есть моменты нюансы а так как у меня было больше газона и потом я поняла не хочу косить это поле я стала брать и прям вот не просто вверх снимать газона прям вот на такой слой лопатой поддевала и переворачивала эту землю вот именно убирала так газу куда его вывести некуда куда его складывать некуда если я его выкопаю да сниму вот эту тут всю высоту газона и например ну что у нас получится у нас будет клумба ниже на эти пять сантиметров то есть мне придется эту высоту выравнивать с помощью камней или другого еще грунта завозить поэтому я переворачиваю и вот у меня в единственном месте там похоже а плоховато перевернула вот он же переворачиваешь у тебя получается газон кверху корнями да то же самое касается сорняков газон кверху корнями это что там сам зеленый оказывается под вот таким слоем земли он отлично весь гнил спрел и вообще ни в одной клумбе снизу не полезли а вот в одном месте я так поняла что скорее всего я плоховато перевернула и только в одном месте сорняка трава бывшие газоны выбивается наружу вот именно отсюда я сделала вывод что стелить агро ткань на не не прополотая нельзя и мы на новом участке все прям пропололи когда начали стелить агро ткань и только потом мы начали ее застилать и здесь сейчас то же самое то есть я уже устала полоть у меня уже сил нету в плане того что времени не хватает что такое прополоть когда вас большая плотность посадки тоже не картофельное поле куда ты можешь пойти стяпка стяпка я бы быстро быстро прям хоп-хоп-хоп прошла от уже кто молодости полол до посада картошку да вот свекла была у нас картошка у родителей многие застали то здесь получается что очень много приходится из-за плотности посадок у меня в саду идти на ползком на коленочках совочка и вот эти вот варианты ходить полоть совочка меня уже просто настолько достали что в этом году я планирую вот сейчас уже закупила еще агро ткань уже 2 и 2 неудобно будет стелить уже я понимаю но потому что когда ты их будешь если это брошу когда ты будешь стыковать одну со второй да у тебя же получится есть мы будем резать вот так поперек то есть брать ширину естественно будет оба края соответствует такой вот стороной которая может бахраница вот что на новом участке что здесь у меня когда мы начинаем край краю закреплять один кладем ровно до подсовывать друг подруга а второй на него делаем подвороты вот так кладем поэтому у нас нет нигде бахромы то же самое когда вырезаем около растений вырезали и потом подвернули чтобы не было нигде бахромы какая вам разница когда выставляете шпильки да вам же все равно их протыкать чтобы агро ткань не улазила не поднималась а почему бы не подвернуть вот так вот и стелили подворачивали и потом одну рваной которой край резаной пода и вот таким как обыкновенной кройка шитья поэтому у нас нигде ничего нет и нигде ничего не вываливается все рассказала сейчас покажу ну принципе я думаю вы уже поняли покажу кусочек где у меня трава вылазит и кусок и где все чисто как все лежит смотрится и вот я вам сейчас покажу что трава именно того зона идет растет из-под до видите из под она пробивает поэтому когда я вижу приезжаю смотрю что я переворачивала да а люди прям и не пропололи газонокосилка покосили обыкновенную траву и сразу думают что сейчас застелит и там все сгниет не ты там так вот потом с годами полезет у меня полезло наверное год на третий видите корни нет сейчас пойдем посмотрим где вот все перевернуто там абсолютно чисто да вон даже дальше смотрите видите все чисто вот тут вот один кусочек у меня вот смотрите видите нет нет ни одного сырника вот единственное вот это могу сказать семечко которая прилетела ее по корням можно определить видите вот она прилетела за счет того что влажность здесь держится и она вот пускает корни бывает ставится в оград ткань пицца и вот тоже семечко вот так вот и вот здесь свежая прям положенная оград ткань вот чего я вам говорила вот они видите это проволока вязальная вот они стык на стык и вот когда она метровая видите удобно слить вон там вот тут небольшими кусочками даже вот смотрю под барбарисом просто лера вырезала вы видите вообще не сыпется абсолютно не сыпется надо еще шланг положить полив и добавить